Девушки отдыхают Девушки отдыхают Поэтому у всех древних цивилизаций были обсерватории, были астрономы и была очень серьезная подготовка в области астрономии Уже несколько тысячелетий назад люди умели предсказывать солнечные и лунные затмения, определять положение планет и условия видимости звезд Расскажите, как детство повлияло на ваш нынешний выбор деятельности? Я думаю, что все ребята интересуются звездами Почему Луна сегодня такая, а завтра выглядит по-другому и в другом месте Почему летом мы видим одни созвездия, а зимой другие Мне это было тоже интересно А потом уже в школе, в восьмом классе, я попал на кафедру астрономии, где существовал и до сих пор существует кружок для школьников И с тех пор я не смог уйти с этой кафедры Какой момент вы поняли, что вам интересно изучать звезды и космическое пространство? Заниматься астрономикой? Я думаю, что всем ребятам интересно изучать звездное небо По крайней мере, почему Луна сегодня имеет одну фазу, а завтра другую Почему она перемещается, почему летом мы видим один звездный узор, а зимой другой Это самые естественные вопросы Были они и у меня А когда уже в школе, в восьмом классе, я попал на кафедру астрономии Там существовал кружок для школьников, существует он и до сих пор Я понял, что не смогу уйти с этой кафедры Ответьте, пожалуйста, на вопрос, не задумываясь Астрономия — это? Это самая общая наука, которая изучает Вселенную Потому что астрономия — это синтез физики, математики, химии, биологии, истории, философии, географии Все эти науки объединены в астрономии, как в единой науке о том, как устроен мир Ну что ж, прервемся неодолго Настало время нашей рубрики «Удивись» Узнаем, что приготовили нам ребята Что может быть более интригующим занятием, чем смотреть в красивое звездное небо Видеть сотни маленьких сверкающих точек И думать о том, что же собой представляют эти маленькие сверкающиеся букашечки Но что же такое звезда? Удивительно, но маленькая звезда — это гигантский светящийся шар из газа Который горит очень далеко от нас Настолько далеко, что мы не можем разглядеть его в деталях И видим только маленькую светящуюся точку Между прочим, звезды видны не только ночью Ведь наше Солнце тоже звезда, которую мы видим только днем Солнце мало чем отличается от других звезд Просто остальные находятся гораздо дальше от Земли И поэтому кажутся нам такими маленькими А знаете, почему звезды горят? Я вам скажу так Потому что в звездах очень много газа Да-да, именно поэтому Всего на небосклоне в настоящее время Можно обнаружить 80-80 звездей Современный список созвездий Был составлен в Международном астрономическом союзе Названия большинства созвездий в далеком прошлом придумали древние греки И на древнегреческие названия оказались самыми стойкими И дошли до наших времен Андромеда, близнецы, большая медведица, большой пес, весы, водолей, возничий, волк и так далее Самое маленькое созвездие носит красивое и запоминающееся название Южный Крест Южный Крест состоит всего лишь из четырех звезд И по форме напоминает, ну да, крест Площадь, занимаемая его фигурой на небосклоне, действительно самая малая среди всех других созвездий Из-за своего местоположения на небе Южный Крест виден только в южном полушарии Земли А с территории России он не виден даже частично Вот так Между прочим, чемпион среди созвездий по величине носит название Гидра Созвездие Гидра не только самое большое, но и самое длинное на небесном своде Названо именем Чудовище, с которым сражался храбрый Геракл Созвездие всегда движется по небосклону, с востока на запад, так же, как Солнце и Луна Естественно, на самом деле, это не созвездие движется над нашими головами А это наша планета Земля движется вокруг Солнца, поворачиваясь вокруг своей оси, показывая нам ежечасно все новые виды Спасибо! Мы узнали много нового Ну а мы продолжаем и напоминаем, что сегодня у нас в гостях Доцент кафедры астрономии и космической геодезии КФУ Кандидат физико-математических наук Жучков Роман Яковлевич И Роман Яковлевич, с чего человеку, который полюбил звездное небо, нужно начать свой путь в эту интересную профессию? Как-то ни странно с прогулок, потому что самое первое и самое естественное и на самом деле самое интересное на первом этапе Это понять, как называются звезды и созвездия перед тобой Как они движутся, как найти планеты А сколько сегодня взойдет Луна Для этого существует много простейших устройств и инструментов Во-первых, это, конечно, подвижная карта звездного неба Это звездные карты, они есть и в бумажном виде, и в цифровом Ну и, конечно, сегодня наш основной помощник — это планетарий Можно загрузить планетарий в ваш домашний компьютер, ноутбук, на смартфон И он подскажет, какие звезды и созвездия сейчас видны, будут видны после полуночи, будут видны через месяц И так потихоньку, медленно, но верно, вы полюбите астрономию Потому что чем больше вы будете узнавать, тем интереснее вам будет становиться А потом мы приглашаем вас к нам на кафедру, где существует кружок, где мы научим вас решать задачки И расскажем много интересного А еще, конечно, будут и наблюдения в телескоп Вы преподаете в Казанском федеральном университете на кафедре астрономии Вам это нравится? Если бы мне это не нравилось, то я бы не работал в КФУ Студенты вас любят? Об этом лучше спросить у них Чем вы занимаетесь на парах? Пары бывают разные Бывают лекции, практические занятия, решения задач Бывают наблюдения в телескоп А летом мы уезжаем на нашу наблюдательную станцию на Северный Кавказ Где учимся, работают с телескопами И студенты постигают азы своей будущей профессии Все ваши студенты станут астрономами? Нет, астрономами становятся не все Хорошо это или плохо, вопрос сложный Но астрономов на самом деле не очень много Астрономов не больше 15-20 тысяч на всей Земле Поэтому много астрономов не нужно Но все студенты, которые заканчивают нашу кафедру Во-первых, имеют представление о том, как устроена Вселенная И это очень важно, потому что это очень важный элемент Общей культуры, общей грамотности Во-вторых, наша кафедра и Институт физики в целом Помогают правильно структурировать, как говорят, построить мозги Чтобы человек мог решать самые нестандартные задачи В самых разных ситуациях и уметь работать в любой области Ну, а кроме, допустим, астрономии Наши выпускники могут работать в области информационных технологий Потому что астрономия, это еще и компьютеры, программирование Могут преподавать, в том числе физику, астрономию в университете, в школах Могут работать в области геодезической Потому что наша кафедра, это кафедра астрономии и геодезии Эти две дисциплины с незапамятных времен идут рука об руку И невозможно друг без друга по сей день 24 апреля – Международный день астронома Как вы отмечаете профессиональный праздник – День астронома? Ну, нужно сказать, что 24 апреля – это День астронома только в 2022 году И вообще этот праздник имеет интересную историю Это скорее праздник любительской астрономии Почему конец апреля? Потому что именно весной, в апреле месяце Удобно наблюдать самый интересный для начинающих любителей астрономии объект Молодую Луну А почему 24 апреля? Потому что это воскресенье, ближайшее к фазе первой четверти Когда Луна лучше всего видна по вечерам Итак, воскресенье апреля, ближайшее к фазе первой четверти Это День астронома В 2022 году он приходится на 24 число Ну, а что касается того, как мы его отмечаем На самом деле по-разному И традиционно все-таки День астронома – это день, как говорится, тротуарной астрономии Когда и профессионалы, и любители астрономии, которые хотят приобщить к астрономии Как можно больше людей, выносят небольшие телескопы И показывают звездное небо людям Рассказывают о том, что они видят Ну, а если говорить о празднике профессиональной науки То традиционно, по крайней мере у нас в России Мы отмечаем его вместе с Днем науки 8 февраля В день рождения Российской Академии наук О чем ваше последнее научное исследование? Тематика моих исследований связана с двойными и кратными звездными системами Их физическими параметрами, их движением И наше крайнее исследование – это совместная работа с питерскими коллегами Из Пулковской обсерватории по исследованию как раз динамики широких двойных звезд У меня к вам вопрос как к астроному с большим опытом Почему мы иногда видим ему серпиком, а иногда и на шаре? Это очень просто Давай проведем эксперимент Вот это будет Луна, держи А это будет Солнце Из-за того, что Луна вращается вокруг Земли Солнце освещает ее с разных сторон И вот сейчас для тебя, для наблюдателя на Земле Новолуние Потому что Солнце освещает противоположную сторону Луны А для наших уважаемых телезрителей Сейчас первая четверть Они видят половину освещенного диска Если я перемещаю источник света То сейчас для телезрителей новолуние Шарик не освещен, а для тебя первая четверть А когда Солнце будет светить со спины То ты видишь полностью освещенную часть Луны Полный диск – это полнолуние А у телезрителей сейчас как раз четвертинка, половинка А если я смещу фонарик, то у зрителей будет полнолуние Соответственно, когда Луна освещает шарик почти с обратной стороны Мы видим узкий серп Кстати, у нас в программе есть рубрика «Удивительная наука» И мы приглашаем вас ответить на несколько вопросов наших телезрителей Вы согласны? Давайте попробуем Здравствуйте, Роман Яковлевич Добрый день Нам на электронную почту пришло письмо от Марины Белкиной Учениц четвертого класса Она пишет, что в школе они изучают планеты Солнечной системы И она не поняла, почему именно Солнечная система и какие планеты там есть Наша система называется Солнечной, поскольку в ее центре находится Солнце Самый массивный, самый большой центральный объект нашей системы А дальше по порядку удаления от него идут планеты Каменные либо газовые шары Это Меркурий, Венера, Земля Мы живем на третьей планете Дальше идут Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун Они вращаются вокруг Солнца по своим орбитам А Солнце это тогда что? Солнце это тоже гигантский газовый шар Но в отличие от планет он намного тяжелее, намного больше И самое главное, намного горячее На поверхности его температура около 6000 градусов А в недрах достигает 15 миллионов При таких больших температурах идут так называемые термоядерные реакции Атомы химического элемента водорода превращаются в химический элемент гелий А еще самое главное, при этом выделяется энергия Которая нас обогревает, освещает И без которой в принципе невозможно была бы жизнь на Земле У меня есть вопрос Вот мы живем на планете Земля А что происходит с другими планетами? Почему они пустуют? Потому что на них либо слишком жарко, как на Меркурии и Венере Либо слишком холодно Даже на Марсе днем температура не превышает 10-15 градусов И это летом А ночью может опускаться до минус 50 На Юпитере, Сатурне и более далеких планетах еще холоднее Поэтому жизнь там практически невозможна Но на спутниках планет-гигантов, например, на Титане Под атмосферой возможно существование жидкой воды За счет источников внутренней энергии Поэтому, может быть, когда-нибудь там мы сможем обнаружить жизнь Точно так же, как и на Марсе Возможно, она была раньше Или даже существует сейчас В виде простейших форм под поверхностью планеты Спасибо, Роман Яковлевич Теперь все понятно А вам, Марина Дорогие друзья, школьники Просылайте нам на телеграм-канал Вопросы Мы с удовольствием ответим на них в эфире Пока-пока До свидания Скажите, вы часто смотрите в телескоп? По крайней мере, периодически В телескоп профессиональные астрономы Во время наблюдений Сейчас не смотрят Когда мы наблюдаем Мы находимся возле компьютера С помощью которого телескоп управляется И вся собранная телескопом информация Так же передается сразу на компьютер Поэтому образ астронома В звездном колпаке И мантии Который сидит возле телескопа И смотрит на звездное небо Это, конечно, образ прошлого Скорее образ и сказок, и картинок Но и в телескопы Мы иногда тоже смотрим В небольшие телескопы учебные Во время практических занятий Во время работы со студентами Во время занятий и каких-то мероприятий Со школьниками И просто со всеми желающими Приобщиться к астрономии Конечно, малые телескопы никто не отменял Ну и кроме того Это просто интересно Скажите, какая ваша самая любимая звезда Или созвездие? Это сложный вопрос Это примерно то же самое Что вы спросите у вашей классной руководительницы Кто у нее самый любимый ученик в классе Все звезды и созвездия разные Каждая из них интересная Про каждое можно рассказать много нового Не могу не спросить Сейчас бум астрологии Которые предсказывают будущее По расположению звезд и планет Это возможно? Или Юпитер в Козероге не влияет на нашу судьбу? Современная наука не знает ни одного механизма Как звезды или планеты Могли бы влиять на нашу судьбу или здоровье Единственная звезда, которая на нас Очень сильно влияет Это наше с вами Солнце Просто потому, что оно близко И мы живем, по сути дела, в его расширяющейся атмосфере Еще на нас может оказывать влияние Луна Но на этом список заканчивается Это не значит, что через 50 или 100 или 1000 лет Мы не откроем какой-нибудь неизвестный ранее механизм Но все, что сейчас пытается предложить астрология И как она пытается объяснить происходящее Предсказать наше будущее Это не про науку Это скорее про психологию Потому что всем нам нужно во что-то верить И кому-то может быть проще Переложить ответственность за свои ошибки На звезды А еще астрология Это все-таки не наука Потому что наука Обязательно должна предсказывать явление Если я Сейчас отпущу этот мячик То он упадет Причем я могу посчитать С какой скоростью он упадет За какое время Как сильно отскочит И так далее А вдумайтесь Что нам предлагают астрологические прогнозы Сегодня у вас может быть важная встреча А может быть и не случится Сегодня козерогам следует быть осторожными Но разве в другие дни Не нужно смотреть по сторонам Когда вы переходите дорогу И так далее То есть задним числом Астрология может объяснить все, что угодно А вот предсказать она ничего не может Поэтому это не наука Значит вы не верите в гороскоп? Нет Гороскопы Это попытка Переложить ответственность Со своих плеч На звезды Астрономам по роду деятельности Приходится наблюдать за небом В ночные часы Какой режим дня у астронома Мужчкова? Вы сова или жаворонок? Ну, во-первых Сова или жаворонок Это скорее Склонности самого человека Вне зависимости от его профессии Я сова Но это не значит, что мне Не приходится рано вставать Например, когда у меня занятие со студентами Или какая-то другая работа В дневное время А вот когда у нас наблюдение То да Режим переставляется почти на 12 часов Днем мы отдыхаем А ночью работаем Такой же режим и у студентов на практике Ночью они наблюдают А днем отсыпаются Какое у вас хобби? Мое хобби — это путешествие и фотография В том числе и фотография звезд А что вы всегда носите с собой? Почти всегда со мной фотоаппарат Что обязательно должен знать астроном, на ваш взгляд? Астроном должен знать, как по зрениям современной науки Устроена Вселенная И уметь рассказать об этом Потому что астрономы — это те люди Которые отвечают за астрономическую грамотность Как бы это громко не звучало Потому что если не астрономы, то кто? Ну, а вообще Астрономия — настолько широкая область Что диапазон того, что должен знать, например, радиоастроном Или космолог, или астрофизик, или астрометрист Очень сильно отличается И универсального ответа на ваш вопрос нет Какую песню вы любите? Это очень сильно зависит от настроения Расскажите забавный случай из вашей практики Ну, если говорить по практику со студентами и телескопами То там, конечно, происходит много курьезов Например, один раз студенты подошли ко мне с вопросом Что они не могут навести телескоп на звезду И вообще в него ничего не видно А когда стали разбираться, почему А оказалось, что они просто забыли снять крышку с окуляра У вас есть дом и телескоп? Да, но небольшой А плащ со звездами все-таки есть? Как ни странно, да Хотя, повторюсь, это все атрибуты, скорее, мифа про астронома Плащ, колпак, то, что он постоянно находится возле телескопа и так далее Сейчас это все по-другому Но несколько лет назад студенты решили пошутить И подарили мне на день рождения настоящий астрономический плащ О, было бы здорово его увидеть Это легко Ну вот и все О, вот теперь вы похож на настоящего астронома Да Ну что ж, я рад, что у нас получилась интересная беседа И я все-таки доказал, что я настоящий астроном Спасибо вам, Роман Яковлевич Вам понравилось наше интервью? Да, спасибо вам за интересные вопросы Придете к нам еще? Конечно, если позовете До свидания, дорогие телезрители Пишите нам в Телеграм Пока-пока! Игорь Негода Субтитры создал DimaTorzok Продолжение следует...